Я вижу на Западе, то есть в Вашингтоне сейчас такая наиболее популярная, что ли, точка зрения. Нужно прежде всего решить вопрос с освобождением всех оккупированных территорий на материковой части Украины. Имеется в виду без Крыма пока. Это первый шаг. Первый шаг. Затем, значит, будем посмотреть. Вообще у них тактика такая, учитывая наличие ядерного оружия у этого безумца. Хотя, как я вам только что сказал, это оружие не такое уже и работоспособное. Но, тем не менее, здесь, понимаете, ситуация, когда нельзя сделать ошибку. Когда нельзя сказать, я на 90% уверен, что у него нет ядерного оружия. А потом вот этот 1%, то есть 10% или даже 1% бац и упадет на голову кому-то. Нужно совершенно на 100% исключить. А этого не может сделать никто. Таким образом, поэтому они делают one step at a time. То есть шаг за шагом. Ну вот как вы только что сами вначале рассказали. Сначала дали дживелин, потом дали стингер. Смотрят, все нормально. Потом дали М3-семерки. Потом еще и так далее. И смотрят на реакцию. Реакция, она никакая реакция не будет, потому что ему нечем ответить. Но они хотят это видеть, что ему нечем ответить. Короче, в первом шаге они должны, они считают, что нужно освободить все оккупированные территории на материковой части Украины. Наблюдается за реакцией. Я уверен, что реакция будет, ну там Медведев пошумит, покричит, ножкой топнет. Вот примерно так. Что-нибудь в Твиттере напишет. А второй шаг это освобождение Крыма. То есть должно быть освобождены в целом все украинские территории. Затем, после войны, Украина однозначно должна превратиться в форпост западной цивилизации на границах диких племен. Вот помните Киевская Русь? Она же была вот как раз этим защитным валом между Византией и печенегами и половцами. То есть от варваров защищала эту Византию. Ну вот так примерно получается сейчас с Украиной, к сожалению. Потому что, ну география такая, ее не изменишь. А для этого Украина должна быть вооружена до зубов новейшим оружием. С НАТО, я думаю, не совсем получится. Потому что зачем Украине такие страны, как Франция и Германия? В НАТО вопрос стоит так. Понимаете, вот если на какого-то члена НАТО нападают, то все остальные страны посылают родители, посылают своих сыновей и дочерей защищать вот ту страну, ее народ. Для этого надо быть для них своим человеком. И прежде всего элита этой новой страны, которая вступает в НАТО, должна быть своей с элитой стран НАТО. Вот смотрите, Финляндия и Швеция. Как их быстро сказали, будем воспринимать, да? Молниеносно. Только не заявили, их приняли, потому что они свои. Ну еще не принято. Ну да, там Турция еще артачится. А так, в принципе, сказали же сразу и готовы были сразу принять. А вот с так называемой украинской элитой политической, и вот как-то не получается, понимаете. А у нас это будет присутствие не украинский народ, не ВСО, а вот эта элита с золотыми яйцами там, со всеми прочими. И вот это, вот это очень беспокоит. Я думаю, что война все равно, победа, когда она будет, я думаю, что по-другому все это будет выглядеть. Но для Украины реально нет альтернативы НАТО, потому что ну не придумал мир сегодня, может оно плохо работает. Я вас сейчас успокоил. Альтернативы НАТО к зонтику я не вижу. Есть, есть, есть. Ну почему нету? Есть договор между Японией и Соединенными Штатами Америки. Где вот этот ягерный зоник. То, что у Афганистана было? Нет, ну что, в Афганистане ничего не было. Там были просто Пентагон и все. На этом все держалось. И коррумпированный режим. Убрали оттуда американские войска, все рухнуло. Вот договор, который между Соединенными Штатами и Японией. Вот вам, пожалуйста, там нету никакого НАТО. Затем готовность Соединенных Штатов защищать, хотя это даже не прописано, но не готова защищать своими силами, вооруженными, Тайвань. Никто не мешает создать мини-НАТО или альтернативное НАТО вдоль восточного фланга НАТО. Такое, как вот туда бы вошла Польша, Балтия, Великобритания и Украина. Вот это было бы настоящее НАТО. Потому что, ну какое НАТО, там Лихтенштейн или Германия. Это вот, они же уже не вояки, все, поэтому... Я надеюсь, что в этом вопросе, вот честно, что вы ошибаетесь, и что все-таки нас примут в НАТО, хотя бы сразу после победы. Олеся, я вас приглашаю, заходите ко мне на канал. Я вот два видео до этого. Длинно, в двух, по-моему, видео, я анализировал статью, вернее интервью, одного из умнейших людей в Соединенных Штатах Америки. Его зовут Роберт Гейтс, республиканец, который был директором ЦРУ, министром обороны в нескольких администрациях. Он выше этих партийных всех дел. Я наблюдаю за ним с начала 80-х годов. Умнейший человек, и то, что он говорит, это сбывается. Вот он написал про танки вместе с Кандализа и Райс, когда о танках так говорили очень-очень-очень аморфно. Райс через некоторое время были поставлены. Вот он практически исключает принятие в обозримом будущем Украину в НАТО. Но он говорит, что Украина должна стать членом альянса. Другого, не обязательно НАТО. Ну, почему у вас НАТО? Какая проблема с НАТО? Какая у вас проблема с НАТО? Слушайте, даже уже КИС. А все остальное то же самое. Даже уже КИС. Олеся, вот последнее вам сейчас скажу. Вы знаете, что пока вот сейчас вступает Швеция и Финляндия, все это подвисло же, да? Как только они сказали, что они собираются вступать в НАТО, Великобритания подписала с ними соглашение, согласно которому, если на них нападет Россия в данный момент, Великобритания готова применить свое ядерное оружие для их защиты. То есть есть варианты, есть варианты, включая то же самое, пятую статью ядерное оружие. Даже уже Киссинджер, ваш друг давний, который вы рассказывали, у него кличка агентурная, несостоявшаяся, да, была КИСа, в свое время, в свои сто лет пересмотрел позиции некоторые, ну, еще не до конца, правда, пересмотрел, но тем не менее. То есть по НАТО он уже сказал, что надо принимать. Хорошо, идем дальше. Нет, я все-таки забываю, Олеся, я вот единственное, что хотел сказать, умную мысль. Помните, как в кино мимино? Сейчас я вам одну умную мысль скажу. Я считаю, что надо добиваться реальной цели. Вот, как примерно сказал Биггельс, что надо Украину принять в систему коллективной безопасности, но не в НАТО. Ну, аналогичное, да? Это реально, это реально, потому что если вы поставите НАТО, то можно биться 20-30 лет за НАТО, а в это время страна будет незащищенной. То есть Украине после победы нужно сразу куда-то вступать, для того, чтобы обеспечить свою коллективную безопасность. Плюс изобилие оружия. Можно я вам возражу сразу? Смотрите, когда в первый же день широкомасштабного нападения мы все кричали, взывая к Западу, закройте украинское небо, то есть подразумевая все, в том числе там и истребители, и ПВО, и все остальное, нам Запад говорил устами той же Германии, ну, максимум мы вам каски можем дать. И каски они нам дали. Все, никакого оружия, ничего. А потом шаг за шагом. То есть нужно, я как раз нет, я как раз считаю, что нужно ставить цели, вот те, которые прям нужны, ну, и идти к ним. Потому что опыт показывает, что так это и работает. Ну, и слава Богу, да. Мне кажется, что очень много людей вас сегодня, видя и интервьюируя, спрашивают о том, вот вы, когда еще во времена вашей учебы, совместной с Путиным в Институте внешней разведки имени Андропова, почему вы с ним там ничего не сделали? Вот представляете, какую бы услугу вы миру сейчас оказали? Ну, во-первых, я же вам рассказывал-то, и Дмитрию рассказывал в одном из первых интервью. Я-то лично с ним не пересекался. Вообще не пересекался. А жалко. Не знаю, не знаю, потому что я пересекался с людьми, которые его тренировали, но мне рассказывали совершенно никчемное создание. Он был такой, знаете, как Пушкин про Татьяну Ларину писал, в молодые годы, дикая, печальная, молчаливая, как лань лесная, боязливая. Она в семье свою чужой, родной казалась девочкой чужой. Вот такое оно было, такое забитое, занюханное какое-то, на которое никто не обращал внимания. И поэтому он обозлился на весь честной мир. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, у нас были разные компании, разные люди общались. Видите, с кем он общался? Он в основном с ЛГБТ тогда общался, хотя тогда это было уголовное дело. Статья УК РСФСР, статья 131 под названием «Мужеложество». А когда он общался с ЛГБТ? Путин? Ну да. Ближайший его дружок, который с бычком водил, который после этого стал миллионером, миллиардером даже. Ну да, это только один из них. Вот. Поэтому у него, да, у него другие компании были, другой круг знакомств. Так он в них входил? Он с ними активно общался, скажем так. А сейчас Россия полна законодательных инициатив запретить все, что связано с геями, лесбиянками и так далее. Запрещают самые активные участники этого ЛГБТ. Самые активные. Володин же там у них председатель, как он там в Госдуме. Одна из величин. Жириновский, сторонник покойный, сторонник консервативных отношений и все такие прочие. Вот такая страна, понимаете? Вы мне в интервью как-то в одном из наших рассказывали, что в России до сих пор еще с советских времен есть очень сильная лаборатория ядов, секретная лаборатория. Ну и, собственно говоря, мир не раз уже видел, к сожалению, в действии эту лабораторию. Там и Литвиненко, и Скрипали, еще ряд можно громких только дел назвать. Кстати, они же и Навального травили, потом и Дмитрия Быкова. Ну, то есть много-много-много чего можно назвать. Юрий Борисович, смотрите, ну вот иногда же змея жалит того, кто ее запускает. Что у них там сейчас вокруг Путина происходит? И дворцовые эти всякие интриги. Я думаю, напряженно. Не зря он опять ушел, залег под корягу. Самоизолировался. Я думаю, что это самоизоляция не в связи там с опасностью гриппа какого-то или в новой вспышке ковида. У меня такое впечатление, что он боится за свою жизнь. Вокруг него идет борьба, мясорубка. Там новые полководцы появились. Кадыров, Пригожин, который выступает против такого истеблишмента военного. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Ну и в этой борьбе Путин может ну очень-очень-очень просто закончить свое существование. Поэтому он, видимо, изолировался. Прежде всего, потому что, судя по всему, круг людей, на которых он может положиться, он очень узок. У него есть какой-то набор людей, которые могут охранять его, как он считает, надежно, на очень узком, в очень узком физическом пространстве. Ну и вы правы, потому что он, нельзя сказать, конечно, что он породил этот ужас, этот ад с вот этими многочисленными средствами убийства, самых разнообразных. А вы же помните с истории яд? Кого это оружие было? Самых таких мерзких, да, отродий родов человеческого, потому что мужчины побеждают там в бою с мечом, со стрелами, дальше там с пушками, с ружьями. А яд – это оружие полных негодяев, ничтожеств. Ну и вот это все расцвело при нем пушным цветом, и теперь он, оно настолько расползлось уже, они не смогли удержать это под контролем, под единым где-то контролем какой-то определенной иерархии. И у кого теперь находится это оружие, не знает даже он, это является источником очень большого напряжения для него. Так он боится, что его отравят? Да, вполне возможно отравиться в самый, в самый простой путь. Самый простой. Субтитры создавал DimaTorzok